А вы знакомы с каналом Наташка Плюс? Она паяет платы собственного изготовления, интересуется электроникой и самое главное, увлекательно про все это рассказывает. Совмещаем приятное с полезным, годный контент в красивой упаковке. А на днях Наташка на свою голову разобрала движок своей машины. Не упустите возможность понаблюдать за ремонтом авто женскими руками, она сможет вас удивить. Ссылка на канал в описании под видео, я уже подписался. Всех приветствую! Подписчик прислал ремонт в смартфон Престижо, его дефект не включается. Проверяю. При нажатии на кнопку включения реакции нет, но все кнопки щелкают. Посмотрим, что будет при подключении кабеля питания. На экране отображается процесс зарядки. Текущий заряд 99%, батарея заряжена. То есть смартфон должен включаться. Что ж, разберем корпус и посмотрим, в чем может быть дело. На данный момент все указывает на то, что электроника не получает информацию о срабатывании кнопки включения. В большинстве случаев проблема появляется из-за неисправности самой кнопки или ее шлейфа. Выкручиваю винты и извлекаю заднюю часть корпуса. Готово. Вот это шлейф с кнопками. Кнопки мембранные. Поддаются ремонту в случае залития. Проверяются кнопки вместе со шлейфом элементарно. При нажатии, соответствующие выводы должны замыкаться на корпус. Кнопка увеличения громкости прозванивается. Далее кнопка уменьшения громкости. Рабочая. И кнопка включения. Она-то и не прозванивается. Ни на первом, ни на четвертом контакте шлейфа. Выпаиваю шлейф, чтобы детальнее его изучить. Внешнее повреждение на нем не видно. Отклеиваю скотч со стороны кнопки включения. Кстати, кто-то уже пытался его отклеивать. Не похоже, что само так отклеилось. На мембране есть небольшие следы окисления. Но больше ничего не видно. Может быть под микроскопом удастся видеть больше. Давайте посмотрим. Во-первых, видим повреждения в правой части. Это моих рук дело. Неаккуратно сработало пинцетом при отклеивании скотча. Хотя, казалось бы, я крайне аккуратно орудовал пинцетом. В следующий раз буду действовать как-нибудь по-другому. Чтобы больше не допускать подобного повреждения. Контакты шлейфа чистые. Но на мембране есть небольшой участок с темным налетом. Настолько небольшой, что не мог приводить к неисправности кнопки. Здесь дело в чем-то другом. Прозваниваю дорожки шлейфа. Дорожка центрального контакта целая. А вот у внешнего контакта в обрыве. Нашел трещину прямо в месте перехода дорожки в контактную площадку. Трудно понять, как она могла здесь появиться. По крайней мере, на своем опыте таких случаев не припомню. Может быть и было когда-то, но очень давно. Попробую восстановить. Так как не нашел, где можно достать новые такие шлейфы. Трещина в очень неудобном для восстановления месте. Что тут можно сделать? Попробую банально спаять трещину. Четко видно место касания мембраны к площадке. При пайке близко подходить к этой границе нельзя. Так как могут появиться проблемы при работе мембраны. Например, пропадет щелчок при нажатии. Или придется сильно давить для срабатывания кнопки. Что опять же плохо скажется на ресурсе шлейфа. Чтобы случайно не задеть рабочую область, наклеиваю каптоновый скотч. Срезаю его в месте восстановления и зачищаю изоляцию дорожки. Далее наношу немного флюса и залуживаю металл по обе стороны от обрыва. Ну и последнее. Припаиваю тоненькую медную проволочку. Под микроскопом кажется, что она очень толстая. Но на самом деле ее диаметр 0,09 мм. Смываю флюс ватной палочкой с моченной бензином галошей. При пайке немного зашел за границу рабочей области. Надеюсь, это не сильно скажется на срабатывании кнопки. Кстати, я старался максимально уменьшить в размерах область пайки. Чтобы шлейф сохранил гибкость и не треслал в месте восстановления слишком быстро. Хотя, возможно, стоило пропаять дорожку до этого широкого участка. Но это уже какой-то ненормальный ход мысли. Единственный правильный вариант здесь это замена шлейфа на новый. Все остальное это полумера. Зачистил окислы с мембраны. Давайте посмотрим, как прозванивается шлейф сейчас. Отлично. Приклеиваю скотч и дополнительно фиксирую его отрезком каптонового скотча. Устанавливаю шлейф на место и припаиваю. Сейчас четвертый контакт замыкается на землю. Плата должна получать сигнал о нажатиях кнопки. Срабатывание происходит сразу после характерного щелчка, без лишних усилий. Шлейф дополнительно фиксирую на клей B7000, чтобы не отклеивался, а также, чтобы уменьшить амплитуду его движения при нажатиях кнопок, чтобы дефект не повторился. Устанавливаю батарею и пробую включить. Реакция есть. Смартфон запускается. Дефект устранен. Перед полной сборкой проверяю работу всех остальных компонентов. Камеры, микрофона, динамика и так далее. После сборки еще раз проверяю работу. Смартфон включается и выключается. Кнопочки щелкают. На этом считаю свой ремонт завершенным. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.